вот то чем славится как раз таки канада и сша это называется бриски они здесь все лютые фанаты барбекю то есть помимо того что у них есть здесь хорошие всякие разные итальянские ресторан там проще именно барбекю рестораны у них стейкхаусы считаются самые топовые вот поэтому мы короче не применули воспользоваться такой возможностью сейчас мы на офигенном периоде который получается крайне редко из-за того что мы переезжаем компания получается предоставляет нам temporary living бенефиты которые включают себя в том числе походы возможности похода по ресторанам и потом все чеки собирать и получается заполнить репорт и компенсировать расходы на питание то есть на разумную сумму естественно не шикуя но вдвоем можем ходить хоть каждый по ресторанам сохранять чеки и потом все отчитаться и компенсировать деньги обратно поэтому мы начинаем наш марафон месячный похода по разным злачным местам чревоугодничать очень классный чизкейк заказал карамельный чизкейк подается похож короче на крем-брюле даже очень похож по вкусу на крем-брюле очень вкусный очень нежный классная задумка я и не ожидал что будет классический чизкейк поэтому даже что такой необычный и очень вкусный опять жирешь весь месяц не только месяц конечно мы сегодня пришли локал не 3 что-то такое по идее пар очень громко музыка приходится перебитывать музыку ну классика бар на бургер картошка при бургер яблок должен быть острый и товарский лагер у меня какие-то крылышки локал фрай чекен лрк футбол клав что снимай потому что я наследячил но бургер был очень вкусный и то чтобы самый вкусный бургер который ел своей жизни но весьма и весьма хорош кстати совсем не острый был наоборот так что-то похоже был какой-то сырный соус и поблючить классно бесит что здесь картошку подают с кетчупом здесь нет на столе горчицы или чего-то еще такого вот приносит с кетчупом по дефолту кетчуп самый способ из всех соусов закрыл кетчуп совсем все что ученые по одной по другой Продолжение следует... 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 Потому что другую нормальную опцию, которая более-менее была из списка, заказала ты. Ну ладно, я заказала что-то с мясом, с говядиной. Посмотрим, потестим. Выглядит хорошо. Ладно, приятного аппетита. Паста съедена, можно поделиться впечатлением. Паста была вкусная, реально на уровень. Я знаю, я, короче, не могу иду описывать. Первое, наверное, я могу описать. Ну, короче, вкусная. Не то, чтобы я бы сказал, что лучшая паста в моей жизни, которую я ел, когда бы это ни было. Но такая, которую я думаю, не могу приготовить. Поэтому, да. Паста зашла. У меня тоже была очень вкусная, но уже не вылезает, если честно. А еще я заказал абрикосовый сауэ. Ну, пиво, да, абрикосовый сауэ. Твоеобразное, сурфойное тоже. Ресторан потихоньку наполняется людьми. Сколько сейчас время? Уже в Северном. А вот 7. А вот, подтягиваются? Ладно, это было неплохо. Согласна. Ладно. обязательное условие практически во всех ресторанах нам уходим нужно ответить местные тирамису ну собственно потому что других десертов итальянских я не знаю заказывать такое чтобы потом разочароваться лучше заказ что-то знакомое что-то ожидаемое даже если уже миллиард раз пробовал все равно каждом заведении она имеет свой определенный специфический особенности при этом зале кирамису с ничьим топчик не может быть будто многовато маскарпоне совсем мало теста и очень много крема как будто бы но может так больше любит в целом эти классные счет вышел 180 долларов это включая по два алкогольных напитков на каждого из нас десерт 2 салата и 2 пасты 100 долларов ну как бы дохера в чем-то потому что здесь заведено так что оставляют чаевые в районе как раз 200 долларов будет даже больше вот так вкусненько мы поели на сколько тысяч рублей тупая привычка странная привычка людей переводить на свою привычка приезжих ну пришли в рамин бар японской губни соответственно заказали рамин пока ждем аппетайзера взяли гёдзо это пельмешки со свиным фаршем скорее всего не фарш а рубленая свинина я думаю вот жареные пельмешки и морские и сточили мы уже два они называют их салмон покек но это по сути тако наполнением из лосося саван ты okay andra да из альтар е ну и Попробуем Ты взяла спайси чикен рамен получается, я взял с свининой У меня по-другому называется, у меня что-то юдзу, делай Поэтому ты сказал, когда я не понял, что такое У тебя свинина получается тоже? Да У меня с свининой острый, хупер острый Спрашивали, насколько острость, типа, на единицу до десяти Я сказал шесть Смотри, вы уверены? Типа какой-то, да хера он не хочет Туда пять Короче попробуем, не знаю, смогу ли есть вообще или нет Это прилично острый, есть смогу точно Пофе холодная, забудем терпеть Пофе холодное, забудем терпеть Кофе холодное, забудем терпеть там где мы живем пришли поужинать фаламина барбекю бизонья голова хоккейщик нью-йорк айлендерс пиццбург пингвинс здесь линия ситроина а здесь биф-брискет а здесь чикен ой это чистки садилья я брал астриана и вроде острове там разный чикен раме есть там есть порт разной степени просто страдает курица вкусная и ну типа место вот и мой господин познакомился с организатором ну типа как бы программа организации и тогда сама и драгонфрут это как бы классная идея и потом на туалете расскажешь предпоследний вечер точнее последний вечер в калгари завтра еще мы пойдем в рестик мы уже в эдмонтоне нет наслаждаемся в жизни пока можем скоро не будет возможности негде тушить кроме как дома поэтому кайфуем а еще я вот сейчас употребляю немножко а потом саду горю совершенно легально вот хотя потом если не забудет подснимется как я поеду ну блин выглядит все очень вкусно что выглядит очень вкусно и свежо порция огромная заказываем как в качестве типа салата но это блюдо которое в принципе на двоих то есть мы заказали каждый себе но огромная порция сейчас посмотрите порцию пасты я думаю огромная это заведение называется мерката 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 мишин ресторан 4,6 рейтинг на 1318 центов ресторан итальянской кухни такие уж два от услуг в э э э э э э э э Не угадал с выбором. Ну, нормально, но могло быть лучше. Вот, пожалуйста, человек выпил бокал вина, сел за руль. А до этого я еще думал, что выпил коктейль, потому что у нас оставалось кое-что из мини-бара оставалось. Нужно было его быстренько уничтожить. Я выпил опироль спритц. Вот. А потом еще добился бокалом вина. То есть я выпил один коктейль и бокал вина и поехал сейчас. За руль сел. Вот. Такие вот дела. Там он же в коробочке. А слушаем, ну... Направляйтесь на запад. Спасибо. Так, нет. Русский рок, короче, слушаем. Вот. Ну, все. Отправляемся на американском автопроме. Ну, что, получается, увидимся в следующий раз уже не в Калгари. Ну, или уже на чемоданах. Может, еще и в Калгари, но уже на чемоданах. Это мы, короче, десертики заказали. Думали, что там сейчас покушаем, но мы, как обычно, себя переоценили. Хоть мы и страдаем чревоугодием, но это даже было выше наших сил. Покажи, что там еще и паста. Я их убрал в холодильник, да. Пасту мы не доели. Это был в первый раз, когда я в заведение пришел и основное блюдо я не съел даже наполовину. Я просто две вилки съел и все, я больше не могу. Вон, моя рука. 350 грамм. То есть заказываем десерт. Ужас. Это просто... И предполагается, вот, 350 грамм морковный торт. Я понимаю, что 50 грамм становится. 350 чизкейк. Вот чизкейк я подъел вот здесь уже. Он был на всю ширину контейнера, получается. Ну, это кошмар. Это просто охренеть. Чарли. Ну, я такого размера десертов ни в этом за день не видел. То есть у них все блюда были, в принципе, рассчитаны на то, чтобы заказывают и шарят вдвоем, кушают. То есть и пасту, и салат, и все в таком формате подавалось, что на двоих. Охренеть. Какого я никогда не видел еще. Такой десерт, ну, типа размером. Это нам два дня доедать, наверное. Кошмар. Вот такое видео сегодня у нас получилось. Вышло немного сумбурно. Не везде был хороший звук. К сожалению, не все заведения мы засняли. Потому что не везде было достаточно светло. А где-то просто забыли подснять. Короче, думаю, и так сложилось впечатление, что мы только и делаем, что жрем. Тут даже оправдываться не за что. Потому что таков и был, собственно, план. Ведь все расходы нам компенсировали. Ну, и мы также держали в уме, что после переезда у нас уже не будет возможности пользоваться таким благом цивилизации, как общепит. Условия от компании на возмещение расходов было, собственно, только два. Чтобы общая сумма была в пределах здравого смысла, что само по себе понятие растяжимое. И чтобы было адекватное количество алкоголя. Поэтому мы всегда брали по одной единице алкоголя. Будь то бокал пива, вина или коктейль. А если брали что-то сверх этого, уже платили отдельно за свой счет. Итого, за месяц мы 18 раз ходили в разные заведения, только однажды посетив одно и то же место. Это Рамен Бар Джинья. Оказывается, это сетевое заведение, открытое японским иммигрантам в США. Поэтому, если вы живете в Северной Америке и любите рамен, проверьте, есть ли такое заведение у вас в городе. И обязательно посетите. Потому что рамен реально топовый. И вообще вся японская кухня там топовая. За эти 18 походов в рестораны мы в сумме отдали 2262 доллара. То есть, в среднем, один поход обходился в 126 долларов. Ключая чаевые. По текущему курсу это 8500 рублей. Самый дорогой наш счет вышел из итальянского ресторана Mercato. На общую сумму 227 долларов. Но там мы набрали намного больше, чем смогли съесть. А к десертам вообще не притронулись. Все просто забрали с собой. Что касается доставки, мы всегда заказывали через Uber Eats. Воспользовались ей 10 раз. На общую сумму 1071 доллар. То есть, один заказ на сумму в 100 с небольшим долларов в среднем. Тоже немало, но, как правило, мы заказывали сразу не на один прием пищи. Доставка работает четко, без проблем. Привозят обычно в течение 30-40 минут. Чаевых оставляли мы в среднем 15-18%. Ну и что касается нашего субъективного топа из трех лучших заведений, что мы посетили, это Третье место Итальянский ресторан Mercato. На втором месте будет барбекю-ресторан Hayden Block. Ну и безоговорочный победитель на первом месте это лучший на наш взгляд заведение, из которых мы посетили. Это Junior Ramen Bar. На этом на сегодня все. Спасибо, что смотрите. Поддержите канал лайком, подпиской. Обязательно оставьте что-нибудь там в комментариях. Я думаю, лишний раз говорить об этом не нужно. И так сами понимаете, как алгоритмы Ютуба работают. Короче, чтобы канал продвигался, нужно немножко нас поддержать. Скоро увидимся.